Если есть пророчество об Иисусе, всё пророчество должно соответствовать Ему. Мы не можем взять часть некоторых стихов, которые подходят, и оставлять другие стихи, которые не подходят. Теперь, согласно христианам, когда ты смотришь на Иисуса, мир ему, он является полной противоположностью этих двух вещей. Во-первых, по мнению христиан, он умер в 33 года. А затем он никогда не женился и не видел детей в своей жизни. Это пророчество подойдёт любому. Смотри, приведи мне любого, кого распяли на протяжении всей истории, и это пророчество подходит ему. Там сказано, что придёт тот, кто принесёт новый закон. Да, его послание адресовано всему миру и язычникам. Там сказано, что этот человек придёт к арабам, детям Кидара. И там сказано, что они будут выведены из тьмы на свет. И там сказано, что он будет вести войну против них, и они проиграют. Должны ли мы поговорить о чём-нибудь другом? Мы можем обратиться к Исае 53. Мы пойдём туда, куда ты скажешь, Но смотри, Исае 53 тоже не работает. Но если ты хочешь, мы можем разобрать Исае 53. Можешь начать читать Исае 53, стих 10. И объясни мне это. Хорошо. Хорошо. Исае 53, стих 10. Могу ли я также включить стихи с 4 по 7? Я знаю, о чём говорят эти стихи. Если ты хочешь прочитать, можешь их прочитать. Он был избран за наши грехи и за наше равенство. Я точно знаю, что ты хочешь прочитать. Но я говорю прямо сейчас, если мы читаем Священное Писание. Ты недавно говорил, что нам нужно позволять Священному Писанию интерпретировать себя. Это то, что я бы хотел сделать. Если есть пророчество об Иисусе, всё пророчество должно соответствовать Ему. Мы не можем взять часть некоторых стихов, которые подходят, и оставлять другие стихи, которые не подходят. Итак, Исае 53, который христиане назвали бы страдающим слугой. Это термин, который они используют для этого. Еврейский народ скажет вам, что это и относится к Израилю, потому что он действительно пострадал. Дети Израиля, они страдали, и они были изранены. За их неравенство, грехи и всё, что они сделали. И они скажут вам, смотрите, там используется термин «слуга». И они скажут вам, посмотрите на Исаию 50, 51, 54. И они скажут вам, посмотрите на стихи и головы вдвое и после. Это то, что скажет вам раввина. Верно? Хорошо. Это их объяснение, которое я даю тебе прямо сейчас. И они скажут, это относится к Израилю. Это не относится к одному человеку, или одному существу, или одной сущности. Это то, что я собираюсь показать тебе из стиха. Как ты понимаешь стих 10? Стих 10. «Господь решил послать Ему страдания, и слуга Его отдал себя на смерть. Но у Него будет новая долгая жизнь, и Он долго еще будет видеть Свои потомства и закончить то, что предначертал Ему Господь». Итак, термин, который использовался там для обозначения семени, означает потомство. Дети, буквальные дети. Ты еще со мной, или... О, ты в порядке. Извини, я вернулся. Нет, нет, все в порядке. Я просто спросил, чтобы убедиться, что все в порядке. Смотри. Термин «семя», используемый там, используется для обозначения потомков и детей. Итак, здесь говорится о двух вещах. Что Бог упродлит дни того, о ком говорится в пророчестве, так что Он проживет долгую жизнь. Вот что значит «продление дней». И во-вторых, там сказано, что у Него будут дети. Он увидит. Он буквально увидит детей. То, о ком говорится в пророчестве, увидит своих детей. Теперь, согласно христианам. Когда ты смотришь на Иисуса, мир ему, Он является полной противоположностью этих двух вещей. Во-первых, по мнению христиан, Он умер в 33 года. Он умер в 33 года. То есть еще молодым. Он был молодым человеком. А затем Он никогда не женился и не видел детей в своей жизни. Поэтому еврейский народ считает, что речь идет о детях Израиля. Это то же самое. Бог обещает им, что они будут продолжать. Их рот не оборвется. Потому что они жили маленькими группами, и они всегда были разбросаны. И на них всегда нападали. Итак, Бог говорит им, что вы продлите свои дни, и ваш рот не оборвется. И я увеличу ваше число. И вы увидите своих детей, вы увидите свое потомство, и вы увидите свое сына. Итак, это обещание. Это обещание, данное Богом. Даже несмотря на то, что у вас были эти недуги, даже если вы были изранены, даже если с вами происходило то-то и то-то, Бог обещает им, как детям Израиля, что у вас будет долгая жизнь, у вас будут длинные дни, и у вас будут больше дней, чтобы жить. И я увеличу ваше число. Да. Вот почему я бы сказал, что эта голова не подходит Иисусу, мир ему. Хорошо, это достаточно справедливо. Как христиане читают этот стих? Я скажу тебе, как христиане читают этот стих. Они верят, что он мессианский. Я имею в виду, знаешь, слова, что у него будет долгая жизнь. Знаешь, с точки зрения того, как мы рассматриваем Иисуса и его влияние на всё, на нашу жизнь, на нашу культуру, это не обязательно означает, что у него будет долгая жизнь с точки зрения нашей жизни. То есть ты переходишь к метафорическому смыслу. Да, потому что... Хорошо, это метафорическое значение касательно долгой жизни. А как насчёт детей? Ну, я слышал разные интерпретации этого. Я имею в виду, его потомство... Мы в каком-то смысле тоже дети Божьи. Хорошо, ладно, итак... Мы в каком-то смысле дети Христа. Да, но тогда вы дети Отца. Даже если принять твои толкования, вы не дети Сына. Хорошо, смотри, я даже приму это, я соглашусь, понимаешь? Я буду очень милым. Но в конце концов, ты видишь проблему, которую ты открыл сейчас? Когда ты начинаешь метафорически интерпретировать те части, которые тебе не нравятся, я могу сделать то же самое с теми частями, которые тебе нравятся. Так что там можно прочитать что угодно. Там можно прочитать что угодно. Как я уже сказал, я тебе уже объяснил. Я просто могу сказать тебе, что это относится к детям Израиля. И так далее, и тому подобное. Метафорически ты можешь толковать как угодно. Хорошо, давай попробуем. Стих седьмой. Он перенёс боль и наказание, но никогда не протестовал, и был безгласен, как овца, которого ведут на заклание. Он был покорнее ягнёнка, с которого состригают шерсть, и не сказал ни слова в свою защиту. Это метафорически. Хорошо, разве Иисус, мир ему, был безгласен и ничего не говорил? Ты видишь проблемы в этих стихах, когда ты читаешь их сирком? Как я тебе сказал, я могу легко сказать, что речь идёт о детях Израиля. Они перенесли боль, и они страдали. И у них были все эти проблемы. Они были словно овцы для своих угнетателей. Их притесняли и их убивали, как ягнят, ведомых на заклание. Кстати, термин «ягнёнка вели на заклание», а христиане говорят, что это относится только к Иисусу. Нет, это общий термин. И даже со времён Авраама этот термин использовался, когда в жертву приносили овна. Это просто общий термин. Баран, которого ведут на заклание. Но потому что христиане ссылаются к Иоанну Крестителю, когда он сказал, что это овен Божий и приносят всё это, ты видишь проблему? Ты читаешь это через призму Нового Завета. Вот почему ты говоришь, что это имеет смысл. Но потом ты приходишь к этим проблематичным частям и игнорируешь их. Например, идея о том, что он никогда не защищался и не говорил. И идея о том, что у него будут дети. Поэтому ты вынужден всё интерпретировать и изменять. В реальности ничто из этого не убедит рационального человека, который не предвзят, что «хорошо, здесь говорится Иисусе». Я не согласен. Я не могу с этим согласиться. Я думаю, что когда люди слышат этот стих, они шокированы, потому что он звучит в точности, как Иисус. Если мы действительно честны и читаем стихи с первого по восьмой, если Иисус не приходит тебе в голову, у тебя есть негативное предубеждение. Я не говорю, что это определённо на сто процентов высечено на камня. Но если здесь на ум не приходит Иисус, то... Нет-нет. Конечно, это пришло бы на ум христианам. Это то, что я пытаюсь сказать. Потому что у тебя, как у христианина, уже есть убеждение. Поэтому это придёт тебе на ум. Конечно. Но если ты объективно проанализируешь стих за стихом и попытаешься подогнать это к Иисусу слово в слово, именно то, что там говорится, и попытаешься подогнать это к Иисусу, это не сработает. Это утверждение, которое я делаю. Хорошо. Но в любом случае, я дал тебе ответ на этот стих. Хорошо. Что ещё ты хотел бы представить? Это будет последним. А потом я перейду к следующему человеку. Хорошо? Это была долгая дискуссия. Нет проблем. И ты можешь спросить меня. Кстати, если хочешь, можешь спросить меня что-то. Даже сейчас. Если хочешь, можешь спросить меня что-то. Потому что ранее ты упоминал Коран. Ты хотел спросить что-то о Коране. Я ведь спрашиваю тебя о Библии. Так что если ты хочешь, ты можешь спросить меня об этом. Я всегда предоставлю тебе шанс. Потому что я не пытаюсь говорить только о вашей религии. Если ты хочешь что-то спросить об исламе, у тебя есть вопросы, и я буду только рад ответить. Так что, решать тебе. Конечно, хорошо. Может быть, я просто закончу на псалтире, который является еще одним мессианским пророчеством. Возможно, я позволю кому-то другому подвергнуть тебя перекрестному допросу. Так сказать, по Корану. Так, где я? Итак, это Псалтир 21. Ты, наверное, знаком с ним. С чего мне начать... Итак, я начну со стиха 14. Я просто прочитаю несколько стихов. Итак, это Псалтир 21.15, тем, кому интересно. Сила моя утекла, как вода, кости не держатся вместе. Расставила храбрость, как воск горячей. Высохла сила, наподобие глиняного горшка. Язык присох к гортане. В смертельные пыли ты меня оставил. Псы вокруг меня и злые люди. И как льву пронзили руки мне и ноги. Кости свои могу сочетать, сосмотрят на меня, худо и замышляя. Делят между собой мою одежду и бросают жеребий. Господи, не оставляй меня. Сила моя. Поспеши на выручку меня. Спаси мою жизнь от меча. От псов этих жизнь мою бесценную спаси. Упаси меня от львиной пасти и от рога дикого быка. О славе твоей расскажу всем братьям. Восхвалю тебя на собрании великом. Итак, опять же, у нас есть прощание. Ты знаешь, здесь говорится, что они делят его одежду, бросая жеребий. Здесь, я думаю, что автор думал, что это царь Давид. Но здесь говорится о пронзении рук и ног. С Давидом такого никогда не случалось. Итак, это еще одно мессианское пророчество Ветхого Завета о распятии Христа. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Согласен ли ты, что это подходит каждому человеку, которого распяли на протяжении всей истории? Давай посмотрим. Руки и ноги были проколоты. Да. А разрывания одежды нет. Возможно ли? Во-первых, что ты подразумеваешь под разрыванием одежды? Итак, когда Иисуса распяли, они разорвали на нем одежды и бросили жеребий. Хорошо. То есть ты говоришь, что невозможно, что были люди, которым разорвали одежду? Кстати, это часто случалось, когда людей распинали обнаженными, потому что с них срывали одежду. В Римской империи и во многих местах. Это пророчество подойдет любому. Смотри, приведи мне любого, кого распяли на протяжении всей истории, и это пророчество подходит ему. Да, это правда, это правда. Многие люди были распяты. В том числе, я считаю, что лучшие из апостолов. Но во время царя Давида это не было известно. Это произошло более тысячи лет назад. Так что это была не традиция, и когда ты знаешь, мы находимся в Иерусалиме, и он оккупирован... Откуда ты знаешь, что царь Давид не знал о распятии? Откуда ты знаешь, что его народ не знал о распятии? Разве ты не знаешь, что существовало много империй, в которых существовала практика распятия? Сирийская империя, Вавилонская империя. Раньше существовало множество разных империй. То есть распятие на кресте? Даже еще раньше. Сама идея распятия, прокалывания и разрывания одежды, и так далее и тому подобное, это можно найти в истории, в очень ранней истории. Дело в том, что там нет ничего, что можно было бы сравнить с точным описанием. Вот почему я говорю, знаешь, если бы я привел тебе пример того пророчества, о котором я говорил тебе, о пророке Мухаммаде, но я не собираюсь этого делать, потому что, как я уже сказал, я не использую Библию в качестве оправдания ислама. Но если бы я привел его, то ты бы увидел, что нет пророчества более ясного, чем это. Потому что это не просто его описание, это описание, которое подходит только ему. Но оно даже указывает, откуда он собирается прийти и каково его послание. Хорошо. Я бы сказал, что это ясное пророчество. Там определена его родословная. Или откуда происходит его родословная. Там говорится, каким людям он был послан, что он принесет и кому он идет. И что он скажет этим людям, и что произойдет между ними и им. Да, все это есть в пророчестве, о котором я говорю. Знаешь, ты обязан мне показать его. Ты заинтриговал меня? Хорошо. Если ты хочешь, я не против показать тебе. Хорошо. Перейди к Исаии 42. Открой Исаии 42, стих 1. Мне прочитать его для тебя? Хорошо. Я сейчас найду. Скажи мне, когда найдешь, и я прочитаю. Там сказано, «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит моя душа. Положу дух мой на него, и возвестит язычникам или народам суд». Ты знаешь, о каких язычниках здесь говорится? Да, не евреям. Верно. Не еврея. Иисус же пришел только для евреев. Итак, этот человек пришел к язычникам или народам, а не к евреям. Верно. Да. Он не возвысит голоса, вызывать и кричать на улицах не станет. Он не будет взывать, подобно Иисусу в Библии, когда он кричал, «О Боже, о Боже, почему ты оставил меня?» Он не будет этого делать. Он не будет кричать, повышать голос и делать так, чтобы его голос был слышен на улице. Это второй стих, верно? Стих 3. «Даже изломанный тростник не переломит. Он не погасит даже тлеющих углей. По справедливости судить он будет». Хорошо? Стих 4. «Он не потерпит неудачу и не разочаруется, пока не установит на земле справедливость. И даже люди в дальних странах с нетерпением будут ждать его заветов». На иврите говорится «его тора». Это значит «закон». То есть он принесет новую тору. Закон. То есть весь мир будет ждать его тора, его закона, который он принесет. Иисус же не принес нового закона. Он сказал в Матвее 5.17, «Я не пришел нарушить закон пророков, но чтобы исполнить их учения. Он не пришел с новым законом, он следовал старому закону». Теперь этот человек принесет новый закон для всех, как говорится в этом стихе. Хорошо? «Так говорит Господь, сотворивший небеса и распростерший землю». А здесь он просто говорит о Боге и его характеристиках. Ты можешь их прочитать, если у тебя есть какие-либо вопросы обо ним, ты можешь уточнить. Конечно. Здесь просто говорится о вещах, которые на данный момент не важны. Далее говорится, «чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Так что он выведет людей из тьмы. Он выведет людей из тьмы к свету. Хорошо? Прости, какой это стих? Я заблудился. Седьмой. Седьмой, да. Да. И затем восьмой стих говорит, «Я Господь, таково мое имя. Я не отдам славы моей другому и хвалы моей идолам». Итак, Господь говорит здесь, что пришествие этого человека связано с тем, что люди поклонялись идолам и поклонялись изображениям и поклонялись статуям. И он говорит, «Я не собираюсь отдавать им свою славу. Я не делюсь своей славой с кумирами». И это станет еще яснее, когда ты будешь читать дальше. Но здесь 42.8. Он имеет в виду, что он не собирается делить свою славу с идолами, изображениями и статуями. Хорошо? Итак, дальше. Вот предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу прежде, чем оно произойдет. Я возвещу вам. Хорошо? Да. Пойте Господу новую песню. Здесь что-то новое. Новый закон, новая хвала, новая песня. Ты знаешь, что, когда читается Коран, у него есть мелодичный смысл. Он очень близок к идее новой песни. Хорошо? Да. Пойте Господу новую песню. Все живущие в странах далеких, все, кто плавает по морям, все живущие в океанах, восхваляйте Господа все. Города и пустыни, поля Кедара. Восхваляйте Господа, воспевайте Господа, живущие села. Пойте с вершин ваших гор. Ты знаешь, кто такой Кедар? Он сын Измайла. Да, он араб. Он один из его сыновей. Да. Этот сын используется именно для арабов. Кедар и его дети, отсылка к арабам, арабский народ. И ты можешь увидеть в Бытие 25.13, если тебе нужна точная ссылка, ты увидишь, что там упоминается, что один из сыновей Измайла, Кедар, сначала был упомянут на воев, затем Кедар. Это конкретная ссылка, если тебе нужны доказательства. Он говорит, пусть эти люди сейчас поют. Кто будет петь эту новую песню, этот новый закон и эти грядущие новые вещи? И это новое пророчество. Это обращено к людям Кедара. Пусть жители, пусть арабы, теперь мы будем использовать правильный термин, пусть арабы споют новую песню. Пусть они воспевают похвалу, пусть они все это делают. И далее там написано, воспевайте Господа, живущие в села. Села – это гора в Саудовской Аравии, в Медине. Да. Где находится мечеть пророка, хорошо? Там упоминается конкретно Медина, указав это место. Итак, здесь говорится, что арабы, а затем конкретно говорится, что гора находится там, где находится Саудовская Аравия. Далее говорится, воздайте Господу славу, восхваляйте его, люди далеких стран. Так что, пусть люди, арабы, пусть восхваляют Господа и благодарят Господа и все такое. Да. И далее сказано, пойдет Господь как сильный воин. Здесь он говорит о ком-то. И снова, как я говорил, Господь используется для тех, кто является представителем Господа. Здесь речь идет о представителе Господа. Что он собирается делать? Он пойдет как сильный воин. Он выйдет вперед. Он будет человеком-воином. Он возбудит свою ревность, как могучий воин, закричит, поднимет воинственный клич и восторжествует на врагами. Он победит своих врагов, хорошо? Итак, он будет сражаться с врагами. Этот конкретный человек, он победит своих врагов, хорошо? И далее сказано, долго молчал я, хранил спокойствие и сдерживался, но теперь я кричу, как роженица и так далее. Затем там говорится, я опустошу холмы и горы и сушу все их травы и реки, я сделаю островами и сушу пруды. Хорошо? Затем сказано, слепых по виду дорогой, которой они не знали, в места, где они не бывали. Тьму сделаю светом для них, каменистую землю сделаю мягкой, я сделаю, что обещаю, и мой народ не оставлю. Это то, что произойдет с этими людьми. Они пробудятся, у них появится свет. Арабы, хорошо? Эти люди будут выведены из тьмы на свет. Именно это говорит Коран о пророке Мухаммаде, алейхи салату ассалам. чтобы он мог вывести их из тьмы на свет. Буквально, это то, что в Коране используется для обозначения пророка Мухаммада, алейхи салату ассалам. Далее говорится, но те, кто надеются на идолов, кто говорит им, вы наши боги, будут изгнаны со страшным стыдом. Здесь говорится, они проиграют этому войну. Верно? Пророк Мухаммад, алейхи салату ассалам, воевал против арабов-язычников. Почему он воевал против арабов-язычников? Потому что они поклонялись идолам. И далее, прямо сказано, тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам, вы наши боги. Так что речь идет не только о арабах. Там упоминается о его происхождении, откуда он, куда он идет, что он будет делать, что будет делать его народ. Факт того, что они будут побеждены, и факт того, что они будут поклоняться идолам, и факт того, что он будет воином, и он будет сражаться против них, и они проиграют. Да. И затем он говорит, «Услышьте же, глухие, узрите же, слепые, кто так слеп, как мой раб, и глух, как мой посланник, мой мной посланный». Знаешь, тут все ясно. Ты можешь прочитать. Смотри, я не могу выразиться яснее этого. Здесь говорится... Смотри, я сейчас упомяну тебе моменты, которые упоминаются в этом пророчестве. Но, как я уже сказал, мне даже не нужно использовать Библию в качестве оправдания. Там сказано, что придет тот, кто принесет новый закон. Он будет послан ко всему миру и к язычникам. Да. Его послание адресовано всему миру и язычникам. Там сказано, что этот человек придет к арабам, детям Кедара. И там сказано, что они будут выведены из тьмы на свет. И там сказано, что он будет вести войну против них, и они проиграют. Потому что они доверяют истуканам, а Бог не разделяет Свою слову с истуканами. Там сказано, что они исполнят новую песню. Там сказано, что они будут довольны, потому что этот человек победит своих врагов. И они будут выведены из тьмы на свет. И этот человек будет посланником. Так что не будьте слепы. Бог говорит вам, не будьте слепы, не будьте глухи к тому посланнику, которого я пошлю к вам. Вот это я бы назвал пророчеством. Это то, чтобы я назвал ясным пророчеством для тех, кто действительно заинтересован в ясных пророчествах. Вот и всё. Ты сказал мне прочитать, поэтому я просто прочитал это тебе. Хорошо, потрясающе. Да, определённо, здесь есть кое-что интересное. Особенно, ну знаешь, потомки Хидара и тому подобное. Да, и гора села. И что они будут поклоняться идолам. И что он будет воином. И что он победит их. Никто в истории не подходит под это описание, кроме пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям. Никто не приходил к арабам, заявляя, что он идёт от имени бога Авраама. Сделав именно то, что было сказано в этом пророчестве, кроме пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям. Он вывел их из тьмы к свету. И повелел им прославлять бога в горах. Посмотри на Мекку. Что люди делают в Мекке во время паломничества? Они прославляют бога. Да. Люди ходят и говорят, тем самым воздают хвалу Аллаху. И сегодня это то, чем занимаются люди в горах и повсюду. Мекка и Медина – это просто место, где поклоняются и славят бога. В этих горахах, в которых там говорится, они славят бога и они читают там Коран. Никто не подходит этому пророчеству, кроме пророка Мухаммада. От этой мысли не уйти. Нет никого в истории, кто бы мог сделать подобное. Потому что идолопоклонства больше нет на Аравийском полуострове. Оно было искоренено. Потому что бог забрал славу, как он говорит в этом стихе. Я слишком долго ждал, они поклонялись идолам. Теперь я заберу это. Да, поклонения идолам больше не будет. И это было искоренено. Так что это пророчество даже не может исполниться в будущем. Это должно быть именно это. Это должно быть то, что произошло с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям. Если ты веришь этому и примешь это. И что интересно, один из сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, тоже упомянул некоторые части этого стиха. Он упомянул начало стиха. Имея в виду, что это было второе. Он ее не читал, потому что она не была переведена полностью. Но то, что он услышал от травинов и так далее. Он сказал, что это пророчество соответствует пророку Мухаммаду. И этот сподвижник упомянул это пророчество. Он определенно имел в виду это. Потому что некоторые из его формулировок есть в хадисе. В повествовании этого сподвижника. Да. В любом случае, мне придется отпустить тебя. Знаешь, прошел уже час с начала разговора. Да не, мужик. Ты делаешь это всю ночь. Да, но есть и другие люди, не так ли? Да-да, конечно. Да-да. У меня там тоже есть много людей. Да-да. Знаешь, я хочу, чтобы ты провел больше исследований. Конечно. Ты принес свои стихи, и я показал тебе проблемы, связанные с этими стихами. Да. Проведи исследования. И да, если тебе что-то понадобится, ты можешь задать любые вопросы. Например, можешь написать мне по электронной почте, или связаться со мной в социальных сетях. Или можешь попытаться прийти в другой день. Ты всегда можешь это сделать. Как я уже сказал, тебе всегда рады. Хорошо, я отпущу тебя сейчас. Было приятно поговорить с тобой. Я ценю твои манеры, и ценю открытость и рациональность. Я ясно вижу искренность, непредобежденность и рациональность. Как я тебе сказал, что ты не будешь христианином надолго. Потому что обычно люди в основном пытаются ссылаться на личный опыт, а затем говорят на эмоциях и так далее. Ты не похож на такой тип человека. И я надеюсь, что Аллах направит тебя и меня на прямой путь. И Бог направит каждого из нас к истине. Я надеюсь, иншаллах. Хорошо? Я оставлю тебя, Джонни. Было приятно поговорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...